Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы, если они есть в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. И снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми неделями. Обязательно подпишитесь, те, кто этого еще не сделал. В этом канале на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам дополнительно в помощь для принятия торговых решений. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря очень важный отчет по рынку труда США. Это отчет ADP, который выйдет в 15.15 по московскому времени. Важный он потому, что это по сути репетиция перед официальной статистикой Non-Farm Perils, она будет представлена нашему вниманию уже завтра. И этот отчет точно поможет уточнить перспективы нам для того, и что может произойти с американской монетарной политикой, как будет впоследствии меняться процентные ставки и как в принципе регулятор будет реагировать на меняющиеся экономические условия. За долларом, безусловно, мы следим очень и очень давно. Мы своевременно его купили. Я говорю про индекс американской валюты. Делали это еще, когда он котировался ниже 100 пунктов. Сейчас котировки уже 106.70. И, собственно, хай вчерашнего дня был зафиксирован чуть выше 107 пунктов. 107, друзья. Это был ориентир, который мы рассматривали на долгосрок. И уж точно не ожидали, что так быстро индекс доллара придет к этой планке. Очень необычный комментарий с моей стороны, что по индексу доллара был достигнут заветный уровень фиксации профита. И я это, собственно, сделал, друзья. Поэтому на какое-то время посижу на заборе, как говорят трейдеры, посмотрю за тем, как развиваются события. Буду держать вас в курсе, само собой. Озвучивать, касаться перспектив этого актива дальше, потому что, ну, почти уверен, что многие из вас не решаются на текущих уровнях зафиксировать прибыль, считая, что инструмент продолжит расти и можно заработать еще больше. Я вас в этом не виню, друзья, потому что мы все приходим на финансовые рынки, чтобы зарабатывать. И если есть четкая уверенность в том, что тренд будет продолжен, почему бы не находиться в этих позициях дальше. Но я все-таки руководствуюсь тем, что всех денег не заработаешь. И иногда нужно брать паузу, может быть, даже больше фокусируясь на каких-то других финансовых инструментах. Тем более, что их у нас хватает, и мы за всеми продолжаем следить. Возвращаясь все-таки к индексу доллара. Тот рост, который мы наблюдали, он абсолютно органичен, логичен и фундаментально оправдан. По данным FedWatch инструмент, который позволяет нам оценивать вероятность повышения ставки. Так вот, повышение ставки на ближайшем заседании, оно состоится через, по сути, две недели, и на нем ставку повысят на 75 байсных пунктов с вероятностью 88%. От себя добавлю, что вероятность этого составляет 100%. Но единственное, что я могу немного поколебаться, все-таки будет ли это 75 байсных пунктов или 100%. Но ранее комментировал, что фактическое решение будет зависеть от отчета по инфляции в США, который выйдет раньше заседания американского регулятора. Если инфляция вырастет, то, конечно же, Федрезерву придется активнее уже зачать монетарную политику. Доллар пользуется поддержкой как защитный актив. Действительно, поскольку все говорят о рецессии, замедление мировой экономики – это большая проблема для рисковых инструментов. Как правило, когда это происходит, динамика рисковых активов становится исключительно медвежьей. И, конечно же, многие начинают переводить, переориентировать капиталы в сторону защитных активов. И лучше доллара сейчас инструмента на финансовых рынках нет. Вероятность рецессии. Здесь гаданием, друзья, не будем заниматься. Я думаю, что эта вероятность очень высока. Нужно дождаться отчета ПВП за второй квартал относительно скоро. Эта статистика выйдет. Если во втором квартале также будет показатель со знаком минуса, то у нас уже будет два квартала подряд отрицательных значений. Это вот уже будет рецессия. Поэтому, если бы у меня спросили, насколько сейчас высока вероятность этой рецессии, я бы допустил, что она практически стремится к 100%. И очень многое будет зависеть от пятничного релиза по Non-Farm Perils. Если мы увидим плохие цифры, то станет очевидно, что я был прав и были правы те, кто ждал наступления рецессии раньше, чем позже. Но будем следить, друзья, держу вас в курсе. Тем более, что завтра перед Non-Farm мы еще раз соберемся и обсудим рыночную ситуацию. Европейская вольта против доллара 1.02. Паритет уже совсем близок. Евро продают, потому что растет доллар. Евро продают, потому что с каждой недели ухудшается статистика. После выхода блока данных по активности в сфере услуг у нас есть возможность совместить промышленность и сферу услуг и выйти на так называемый комбинированный составной индекс деловой активности в еврозоне. И этот составной индекс сейчас находится на 16-месячных минимумах и точно будет снижаться. Многие считают, что это и есть индикатор неизбежного экономического спада, потому что уже подтверждает вот это значение 16-месячный минимум, что все ждут эту рецессию и промышленность оставляет желать лучшего, а для еврозоны промышленности это один из основных столпов, скажем так, роста. Вторая тема, которая, на мой взгляд, является более актуальной сейчас для европейской валюты, это энергетический кризис и продолжающийся рост цен на газ. Так вот, с начала следующей недели на профилактические работы уйдет северный поток. Это газопровод, который, в принципе, обеспечивает Европу газом из России. Это не внезапное решение, друзья, это не форс-мажор, никто якобы не ждал этого, нет. Это плановое обслуживание, плановые технические работы, которые проводятся ежегодно. Поэтому здесь как бы придраться не к чему, все нормально. Но сейчас рынки начинают уже культивировать эту тему и понимают, что отношения между Россией и ЕС настолько сильно ухудшились за последние месяцы, что может возникнуть такая ситуация, что когда пройдут эти 10 дней, газопровод возобновит работу, но объем поставок газа будет уже в разы меньше. Это первый сценарий. И второй сценарий, технические работы, которые должны быть заявлены сроком в 10 дней, могут проводиться более длительный промежуток времени, месяц, больше. Или даже этот газопровод никогда больше не заработает на транзит газа в Европу. Соответственно, при таких сценариях Европа не сможет обеспечить необходимое накопление запасов в преддверии осенне-зимнего сезона. И тогда, безусловно, осень и зима будут показательными для страны ЕС в плане развития самых негативных экономических последствий. Из-за роста инфляции, из-за снижения потребительской активности и, конечно же, из-за риска того, что евро будет реагировать логичным образом на весь фундаментальный фон и переписывать все новые и новые минимумы. Кому интересно, что будет с европейской валютой дальше, я, друзья, допускаю, что паритет, это, конечно же, очень, это весьма вероятно. Но ранее мы сделали цели, поэтому я здесь тоже как бы в сатусе стороннего наблюдателя. Хотя, если вам интересна моя точка зрения, я думаю, что нужно шортить и дальше. Хотя, сейчас я допускаю, что может быть довольно-таки солидная коррекция. Но вероятность этой коррекции и, скажем так, о ней можно будет судить только после того, как евро переживет эту пятницу, после выхода данных по Non-Farm Perils. Вот если мы поймем, что евро, опять же, не распродали до паритета к концу этой недели, то тогда можно будет сначала следующее поискать точки на вход. Но об этом буду уже говорить позже. Фунт против доллара, здесь тоже ставка вниз, 1,1943 сейчас. Котировки, рост инфляции, политический кризис, продолжающийся отставки в кабинете министров. Друзья, это все, конечно же, угрожает карьере Бориса Джонсона. Многие называют его политическим трупом уже в прямом смысле, поскольку весь кабинет, по сути, разбежался. И это отставка как на протест и несогласие с сопроводимой Джонсоном политикой. И многие считают, что она уже точно не вяжется с национальными интересами. Интересно посмотреть за тем, как будут развиваться события дальше, но полагаю, что когда все тащит по швам в плане политического единства, лучше не делать ставку на длинные позиции британской валюты, потому что это очень рискованное предприятие. И рынок нефти 101.17 по версии Bloomberg, друзья. Котировки нефти к концу этого года бренда достигнут 65 долларов за баррель. И при еще более негативном сценарии 45 долларов за баррель. Я хочу сразу сказать, что этот сценарий и эти прогнозы являются абсолютно бредовыми, потому что такие цены возможны только в том случае, если страны опять ничего не будут делать на фоне развития рецессии и снижения спроса на углеводороды. Но мы-то прекрасно знаем, что если спрос в ближайшее время сильно просядет, страны ОПЕК сильно сократят производство и тем самым восстановят баланс на рынке углеводородов. Поэтому я по-прежнему за то, что рынок дефицитный, я по-прежнему за то, что цены ниже 100 долларов за баррель на средний долгосрок не уйдут. Ну, краткосрочно могут быть какие-то зацепы ниже, но 100 долларов за баррель это мощное основание, чтобы покупать с целями 120-125 и выше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok